И всем привет, мои маленькие любители трейда, с вами как всегда Кунька Престуц, как всегда на моем канале. И сегодня у нас 41 трейд, давайте-ка на них посмотрим. Можно в оценку инвентаря? Конечно же, можно карточки. Стикеры мне, точнее наклейки эти не нужны, спасибо огромное, у меня их полный инвентарь. Дальше здесь у нас минус 23%, БС, ВВ, Кейс, то есть сразу 30, на которые мне нахрен не нужны, но опять же такой огромный минус, естественно, я принимать не буду. Немного соли, добра и позитива, ни хрена себе немного, 600 соли. Это очень много, спасибо тебе за это, огромный братанчик, бананчик, спасибо большое, реально. Дальше тут у нас что, ВВ, мое любимое огоньчинтика ВВ, всегда горю, когда его вижу у своих подписчиков в инвентаре, во время оценки инвентарей, да, но опять же здесь, во-первых, минус, во-вторых, здесь имеется стак наклеек, подарил мне один из бары, он тут как бы подарил и подписал, типа, если что, занимаюсь продажей, скупкой и так далее, но это знакомый чел, поэтому я показал на видосе, даже такая была мини-рекламка, ну и сразу заплатили за эту рекламу, Косарик, чё бы нет. Дальше тут у нас минус 62%, но опять же, можем посмотреть на аватарку, скорее всего, какой-то отбитый школьник, который молится на банку энергетика, и скорее всего, уже всем своим одноклассникам перелимонил, сами знаете чё, и сами не знаете где, и сами понимаете за что, судя по аватарке. Дальше здесь у нас минус 17%, вообще не понимаю, за что я должен переплачивать, реально 0.35 Боуи, это довольно-таки коцаны Боуи, да, я говорю про Урсу, я говорю про нож выживания, там 0.35, они не сильно решают, их возможно даже обменять, и сильно коцки на них не видны, а вот Боуи, да, он тоже менее, скажем так, он как тычки, понимаете, наверное, вот тычки, они вроде не сильно коцаются, но коцаются, и, конечно же, 0.35 флот будет заметен, поэтому даже не хочу брать себя в инвентаре. Можно в оценочку инвентаря, конечно же, можно, давайте посмотрим, по чём фон, потому что некоторые фоны в стиме стоят очень больших денег. Фон стоит 37 копеек, и я уж, так уж и быть, переживу, переживу то, что у меня забирает фон за 37 копеек. Да, конечно, я понимаю, это большие бабки, но куда деваться, народ. Едем дальше, здесь у нас минус 9% ВВ, СТ, ВВ, блин, вообще никак. Это, смотрите, минус 10%, плюс здесь 0.15 флот, как и здесь, а здесь ещё на скопе имеется iBay Power. Знаете, всегда смеялся, именно смеялся, мнение, ну, как бы я не горю с этих людьми, мне смешно, но просто я, вот лично я, трейдер, который понимает, что, ну, iBay Power, ну, извините меня, за это надо переплачивать, потому что это iBay Power. И такой чувак, типа, не, я переплачивать тебе не буду, там, давай-ка это, ага. Принимай трейд в минус 10%, вы такте, так ещё и iBay Power, он себе в подарок просит на скопе. А как оказалось, iBay Power на скопе можно просить от, там, в 15 до 20% спокойно. Но, опять же, если чистенький, ещё при этом скинчик, а у меня 0.15. Дальше здесь у нас ВВ-шка, конечно же, мне такое неинтересно, я на такое даже смотреть не собираюсь, потому что вижу ВВ-нож, сразу до свидания, если это не классический нож. Тут у нас минус 30%, огромный размен на какой-то мусор. Вот прикиньте, да, просто вот я трэжусь, да, ну и поднимаю скинчики. А чувак просто играл, 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 собирал, 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 всякий мусор после игры, и решил его затрейдить, причём в минус 36%, 30%, 36 рублей 30%. Ай, блин, ну вот какая логика должна быть у людей? Ну, я не верю, что сейчас кто-то не использует расширение, по-моему, все уже используют, используют либо Steam Avia 3 Helper, либо CS GO Trade, либо ещё какое-то расширение, может, в других браузерах, да, я просто говорю за Chrome. Дальше, я не шарю, можешь кинуть контр-предложение. Ай, блин, чё-то я прям на это смотрю, и контр-предложение вообще не хочется делать, если честно. Ну, прикиньте, здесь, ну, просто мусор, куча мусора. Ещё, плюс ко всему, это в минус, ну, конечно, фальша 0.65 неплохой. Давайте, конечно, тут сейчас всякий мусор уберём, потому что, ну, всякий мусор мне реально он не нужен, но это можно оставить. Это тоже мусор, 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 ВВ-шка, конечно же. О, ага, сейчас, воздушный шлюз, мне прям очень так нужен он в инвентаре. Прям спал и видел бы, вот бы мне кто-нибудь воздушный шлюз предложил бы затрейдить. Кальку немного поношу, ну, можно, в принципе, оставить. Это нахрен, это нахрен. Так, итого он мне 9 штук ещё должен докинуть. Вот как вы думаете, товарищ знатокий, будет ли у него 9000? Нет, у него не будет 9000, даже если я соглашусь вот так вот взять. Ну, это камон, здесь даже нулины не будет. Ну, а дальше здесь ВВ-шки, БС-ки, ну, вообще. Либо нож надо было дешевле выбрать, но может, чувак, ручно, фальшоны. Я как бы не осуждаю, каждому нравится свой ножик. Дальше здесь у нас минус 7%, ну, и сразу давайте второй трейд. Минус 17%, я такое тоже смотрю глазками хлоп-хлоп и не понимаю. Это, кстати, один тоже, это, гляжу, знакомый, немного поношенная калька. Ой, блин, ну, чё, сделать ли ему контр-предложение? Есть ли в этом какой-то смысл? Если честно, 033 фальша, ночь не особо, конечно, красиво. Но что поделать, что поделать, надо трейдиться, надо делать контент, делать вещи. Ага, сделал контент и сделал вещи. Потому что, ну, тут ещё как бы переплат за флот, ну, понятно. На чуваку, короче, ни хрена не хватает. А более дешёвый нож у меня, это уже, по-моему, на вах, там пойдёт, так, 7000, вот так, 8000. Ну, а не, есть ещё нож выживания. Есть ещё нож выживания, кстати. Кстати, а чё бы нам не поменяться, сделать вот так, хоп-хоп-хоп-хоп-хоп. Сколько выходит? 5%. Ну, надо пересчитать и подумать. Ну, да, с натяжечкой здесь будет 6%, не плюс. Кстати, это сурвайлов, я помню, выменил его на эсэсе, да, народ. Иногда даже на эсэсе прилетает хорошие сделки. Сделать человечку какое-то предложение, и это какое-то предложение, которое мы делали давным-давно, до сих пор не висит. Но оно так и будет висеть, пока либо у него, либо у меня не пропадут предметы. Дальше, ну, здесь смысла уже нет смысла, контур, да, предложение делать, потому что уже сделали одно. Дальше, ну, конечно же, куда же, куда же без попрошайки в нашем видосе? Каждый видос должен быть один попрошайка. Если в видосе не было попрошайки, значит, что он был все равно, просто он не попал в видос. Дальше здесь, I'm sorry, мне очень хочется, я там какой-то нищий проигрок с какуда-то там, я продал свою жену. Лучше бы ты свою мать продал, ей-богу, за учебник по математике. Хотя бы за первый класс, чтобы складывать числа, не так вот просто. Ну, я понимаю, это сложные циферки, но почему бы и нет. Дальше здесь у нас, hey, я делаю апгрейд твоих скинов и посмотри на флот. Блин, народ, я честно говорю, вот я смотрю на этот трейд, да, типа, он берет не критично. Он берет за размен. Я не спорю, но даже Эмиральт он, скорее всего, посчитал, потому что, ну, как бы была бы, естественно, тут довольно-таки дефолтная вторая фаза, но это было бы мне в минус. Ну, давайте попробуем. Вот просто по приколу, я понимаю, что, скорее всего, хер получится, потому что он понимает, что это Эмиральт. И, скорее всего, шарит за баф, если он правильно выбрал Эмиральт. Ну, то есть, 5% он уложился. И я не буду ничего плохого про него говорить, но если мы вот так вот ему закинем вторую фазу, как думаете, прокатить? Нет? Надо пересчитать, потому что здесь флот, конечно же, и подумать. Потому что, может быть, как раз с этими флотами выйдет 6%. Хотя у него тоже флот, и он акцентировал на это внимание, что правильно. Ну, ладно, давайте пересчитаю. Короче, пересчитал, и получилась вот такая девочка, между прочим. Тут, ну, знаете, несколько-то много получается. Ну, что здесь получается? 3 600. Ну, по факту, да, он просто вот всех плюс попросил, но не критичный. Потому что здесь имеется переплата, блин, молодец, что подписал за 0,20 флот. Красавчик. Я, конечно, понимаю, что он, скорее всего, отклонит, потому что он правильно сказал, он делает апгрейд. И так вот в трейд-комьюнити принято, что когда ты делаешь апгрейд, ты должен переплачивать. Другой вопрос, что я не собираюсь делать апгрейд. Дальше здесь у нас посмотри на стикеры. Посмотрел на стикеры, и что я должен увидеть? Ну, типа, даже если я соглашусь переплатить 10%, здесь выходит 1300, а чувак просит гораздо больше. Да, до свидания. Ну, не знаю, есть ли у тебя что-нибудь еще, чтобы я мог такое посмотреть и сказать, я могу с тобой затрейдиться. Ну, в принципе, вторая фаза гамма-волт немного поношенная. Ну, не самый плохой вариант, конечно. Но здесь и так минус. Не, а если так, еще так. Ну, здесь переплата за флот, понимаете. Ой, за флот за фей. Ну, здесь небольшая переплата за флот. Стоит ли оно того? Я, если честно, не знаю. Я думаю, что нет, все-таки не стоит тут даже кидать какого-то предложения, не прокатит здесь. Потому что, ну, чувак не посчитал фейт, и ты сразу кинул в минус. Дальше здесь у нас 19 рублей в плюс, граффити, цзэшечка и наклейки. Спасибо огромное, мне это не нужно. Правда, спасибо огромное за поддержку. Но если вы подпишетесь, поставите лайкос и, там, не знаю, пишите комментарии, расскажите кому-нибудь другу про такого ютубера, который трейдится на видосы и смеется и так далее и тому подобное, мне будет гораздо прикольнее, приятнее. Но и так тоже можно, но мне не нужно. Привет, недавно начал тебя смотреть. Скажи, за сколько можно эти скины подрадать? Клейл сам в 2014 году. О, да. Ну, знаешь, за такой выбор я вообще ничего говорить не буду. Дальше тут у нас. Не знаю, короче, до свидания. Привет, не понимаю реальную ценность этого скина. Предлагают что-то около 3000. Посмотри и скинь обмен в нормальную его стоимость. Не хочу, не собираюсь. Ну да, здесь огнеопасно, но ему 3000 предлагали народ. Три штуки, то есть тут переплатили полторы тысячи получается в реал, скорее всего. А если мы говорим про стим, блин, ну вообще не знаю, что-то я прямо смотрю на этот скин. Вот он вообще нахрен никому не нужен. Я вам скажу честно, я посмотрел, здесь этот ЖК огонь находится на тир 4. За тир 4 вообще не хочу даже смотреть. Ну честно, народ, я посмотрел, типа тир 4. Он нахрен никому не нужен. Если тебе реально за него предлагают 3 штуки, ну ты капец какой везучий. Дальше здесь у нас в минус 1200. Это тот же самый клоун, который просит огромную переплату за старые наклейки на старом скине. Ну короче, клоун, по-другому и не скажешь. Обмены не отклоняются. Все, отклонились. Так, что у нас тут получается? Параккорд 0.16, за это есть овер. Ну и типа около нулевого трейда. Только здесь переплат за наклейки, переплата за наклейки. Здесь нихрена нету. Ну и здесь, по-моему, небольшая переплата за флот. Ну прям совсем небольшая. Но мне такое неинтересно. Опять же, был бы здесь плюс. Я бы, может, даже посчитал бы. А так даже считать не собираюсь. Дальше здесь у нас минус 30%. Это тот, наверное, другой его чел, который тоже топ-3 среди самых грязных ножей. Ну вот еще один. Походу топ-2. Топ-2 предлагают. Дальше здесь у нас плюс 2%. Наклейки раз, наклейки два. Злобный даймер. Даймер, даймер. Я не знаю, как правильно произносится. Короче, нет времени объяснять. Единый рефсельский толчок. Извиняюсь, что прервал просмотр видосика. Но хотелось бы каждого из вас лично пригласить в свою группу по трейду. Здесь абсолютно каждый свободно может выложить свое объявление на трейд. Здесь уже куча всяких трейдеров. Хорошенький актив. Поэтому трейдер здесь может выложить спокойное объявление. Ну а плеер может среди этих разнообразий объявлений выбрать нужный ему трейд. Нужные скинчики. И обменяться по более выгнанным проценту. Нежели мы будем обмениваться. Сравнивать с Кайс Мани, Трейджи Джи и другими сайтами. Также рекомендую подписаться на мою любимую группу. Группа называется Я худею с ваших трейдов. В чем суть этой группы? Здесь абсолютно каждый может поделиться трейдами, которые отправляют им различные клоуны в огромные минуса и так далее и тому подобное. Поэтому группа реально классная. Люди жалуются, что им не приходит оповещение на ютубе. Что вот пропустил видеоролик, пропустил стрим. Народно на этот случай есть мой дискорд сервер. Здесь как только выходит видос, вам сразу придет оповещение. Как только я запускаю стрим, сразу приходит оповещение. На мой дискорд, на моей группе все ссылочки будут в описании. Дальше здесь минус 8%, ввшка опять же у меня немного поношенный, здесь имеется переплат за флот, поэтому просто досвидули. Дальше минус 39%, ну вот такие трейды я прям обожаю. Ой, я сейчас тоже тебе такой трейд закину, такой трейд, минус 39%, ща ща ща, минус 5%, ага, закинул блин. Вот блин, как же тебе повезло, а? А прикиньте, мой ножик даже дороже, охренеть. Ладно, держи так, держи так, надо до 39% дойти, 39%. Так, не получается, 21, не-не-не-не, ща все будет, пацаны, никуда не расходимся, 39% ща будет. Ну ладно, давайте 34% хер с ним, пускай вот так вот бегает и радуется. Ведь понимаете, они на полном серьезе кидают такие минусы, а он вот прям вот он осозненно взял, зашел в стим, нашел меня в обсуждениях, либо вконтакте, либо еще где-то, я много где обитаю. Вот, и типа выбил такой, думает, дай-ка я ему закину минус 39%, принимай типа, вах, какой 5%, вах, чувак, человек. Считать не умеет, я ему уже об этом сказал, потому что здесь имеется переплату за флот, плюс за наклейки. Дальше, топ-3 грязных в мире, вот и играю с этим грязным говном. Ну вот прикиньте, вот реально, вот да-то такое, блин, у меня чистый хороший фальшин, 0,23 флот, ну да, он коцаный, но не сильный, все равно приятно держать в руке этот. Какая реакция на это, вот топ-3 среди самых грязных в мире, нахрена он нужен, ну вот чтобы что? Есть коллекционеры, но есть коллекционеры, которые реально викинговую какашку коллекционируют, вот тебе к ним, не ко мне, я ликвидный, нормальный трейдер. дальше здесь у нас минус 11 процентов конечно же мне это неинтересно плюс здесь переплат за флот плюс здесь переплат за наклейки пошел в жопу дальше здесь у нас 0 0 6 флота да за 0 0 есть переплата но 5 процентов я ему переплачивать не собираюсь не мы можем чем выбрать у него если у него конечно есть я моя братышка братишка вот так вот давай братишка делаем вот такое какое-то предложение здесь у нас 3 типа за плюс флот но здесь выходит больше больше 6 процентов я вам честно скажу здесь выходит это наверно 6 5 процентов но ничего страшного он все равно изначально захотел увести меня в минус я думал не примет от трейд но исход на предложение по моему только вот на фальшем как раз кровопаутина было контр предложение я делал и человек на него согласился тоже забирал меня огонь не лед здесь у нас аниме девочка и соль к за это огромное тебе спасибо дальше привет кунька распишись пожалуйста привет я не расписываюсь в оценку а то я полюблю ну ну люби меня люби дальше здесь у нас какое-то говно и этот фон стоит дороже на полом серьезе этот фон стоит дороже стикеры какой дикий стикер от ума гада был ты что crazy откуда у тебя такой бешеный стикер и катавицу 2014 просто рядом не стоял с таким стикером до свидания в оценку забыл ученость тут дальше минус 4 процента но здесь имеется переплату за наклейки конечно же конечно же такое отклоняется потому что здесь на переплату наклейки больше чем здесь плюс еще и флот хороший минус 14 процентов этот дебек уже у нас убил будет дальше продолжать будет в через сон отлетать плюс 20 процентов я не спорю не спорим не спорим не хочу вот честно я на это трейд смотрю и прям вижу да 20 процентов круто не хочу потому что там еще переплат за флот имеется не хочу не хочу выбрал бы он какой-нибудь закаленный скинчик который Хрен за трейдж, я бы с удовольствием отдал, а это не отдам Дальше обмена будет немного непривычно Показано, потому что слишком большие трейды были Короче, императрица После полевых 0.35 была обменена на дух воды Неоновая революция Диггл заговор и бог червей Дальше у нас солнце в закате льва Было обменено на билет в ад Здесь очень хороший флот И плюс ко всему пиксельку муфляж лес Также очень хороший флот, сейчас перейдем покажу вам флот в инвентаре Дальше в живом цвете обменял на горчичные грезы И м4а4 король драконов Неоновая революция Калашик был обменен на буйство красок Да, народ только затрейдил неоновую революцию Другую уже неоновую революцию забрали На буйство красок обменял Глок Мода И Стартрек Ночной Ужас Вот так вот преображается потихоньку инвентарь 0.9 дух воды 0.20 неоночка плюс здесь наклеечки Немного поножный заговор Бог червей с симплухой Прикиньте, да-да Обклеенный симплом Дальше здесь у нас билет в ад, о чем я говорил 0.02 флот Это очень чистый флот Это здорово Дальше у нас пиксинный камуфляж Резовый 0.15 флот Большинство трендов, кстати, были с подписчиками Дальше у нас здесь получаются горчичные сукарезы Потом получается король драконов 0.18, кстати, тоже довольно-таки чистенький Ну и здесь по мелочи То есть еще был обмен И вот это вот нам сегодня Мне сегодня задонатили Короче говоря, по рубрике Сегодня я богаче, чем вчера Держусь пока что один день Вчерашний Сегодня я принял только один трейд Он не такой большой плюс мне дал Поэтому я пока не ставлю в зачет Сегодняшний день Сегодня богаче, чем вчера Но вы, если хотите со мной обменяться Можете перейти по ссылочке в описании И обменять любой ножик Любой скинчик Выбирайте его Что хотите на него отдать И подписывайте Кунька, я не шар Если что, сделай контр-предложение Я посмотрю, подумаю И сделаю контр-предложение Либо сразу приму вашу девочку Как уже было с подписчиками Многими, которые просто дали хорошенький плюс И забрали скинчик, который захотели При этом отдали скины, которые были нахрен не нужны Вот такой вот круговорот скинов Можно совершить по ссылочке в описании Ну а на этом у меня сегодня все Спасибо вам огромное за ваши лайки Подписки, комментарии, народ Они очень сильно мотивируют меня делать видосы дальше За это каждому из вас огромнейшее спасибо Ссылочки, которые вас смогут заинтересовать будут в описании Ну а с вами был как всегда Кунька Желаю всем позже подружек, адекватов, тиммейтов и дорогого шмота Всем удачи, народ